друзья я вас приветствую сегодня у нас как по программированию номер 31 на сегодня у нас 4 вопроса давайте не будем задерживаться и поехали вопрос номер 139 что такое синтаксический сахар тут все просто вы пишите например async и weight что является синтаксическим сахаром а внутри где там глубине души там за кулисами c-sharp добавляет другой более мощный код который например реализует async result который в общем ты позволяет механизм синхронного вызова реализовать вам проще и смотреть и дебажить в общем то и поэтому как бы это ускоряет на самом деле разработку вот другим примером может быть например вар да то есть когда вы пишете вар или явно определяете тип это тоже собственно грязь не тактический сахар не писать длинные там название классов название интерфейсов а просто написали вар это тоже как бы упрощение с одной стороны но в общем сахар умный в африке сахар вопрос номер 140 что такое опускация давайте простыми словами есть исходный код компилятор из него делает exешник лидом е pm и это получается программа если злоумышленник захочет декомпилировать он может получать новый исходный код который может преобразовать и получить уже свою программу так вот чтобы он не смог вообще компилировать этот самый к д един70 программ и производится опускаться то есть там вообще в ходе получается каша и даже если получится собственно ряд-декомпилировать эту программа то там вообще очень трудно все будет разобрать но обычно невозможные декомпилировать, то есть разные уровни опускации бывают, которые настолько изменяют исходные файлы программы, то есть внутри нее, если так можно выразиться, но при этом работоспособность программы абсолютно не меняется. Вот собственно говоря, что и есть опускация. То есть, другими словами, это сокрытие кода, то есть прятать интеллектуальную собственность, если хотите. В общем, это в основном используется в коммерческих продуктах, в опенсорсе смысла, конечно, в этом нету, но, тем не менее, имейте в виду. Вот такая вот штука. Вопрос номер 141. Как правильно использовать REST into Secures? Ну, давайте по порядку. REST – это у нас Representational State Transfer, то есть это, в общем-то, никак не соотносится с Secures, это просто принцип взаимодействия, то есть протокол, грубо говоря, хотя, наверное, протоколом это вряд ли можно назвать. Ну, в общем, это набор правил того, как программисту организовать написание серверного приложения, вот если говорить словами википедии. А если говорить про Secures, то это Command Query Responsibility Segregation, вот. То есть, это когда вы разделяете команды чтения и команды записи. Другими словами, если вы работаете... Ну, то есть, давайте с самого начала. Secures был придуман тогда, когда базы были медленные, соединения были медленные, и когда в одну базу и писалось, и читалось, это было очень медленно. Поэтому решили разделить базы на чтение, базы на запись, их разделили, и там где-то в глубине была синхронизация, которая, в общем-то, эти базы приводила в консистентный вид. Сейчас, если вы пишете в одну базу, то теоретически неважно вот от Secures, который работает на REST или вообще на другом виде протокола. То есть, вы пишете в одну и ту же базу, никакого разделения не будет. Другими словами, когда вы пишете в одну базу, прирост производительности минимален, если вообще он есть. То есть, современные технологии позволяют не заморачиваться на Secures, то есть, не разделять эти большие запросы. С другой стороны, на самом деле, такое понятие, как разделение, оно как бы всегда существовало. Одно дело на чтение, другое дело на запись. Это разные хендлеры, разные обработчики, ну, может быть, даже разные сервисы. То есть, вот, если говорить на этом уровне, то, скорее всего, это будет просто эстетически красиво, да. Ну, а с точки зрения производительности, наверное, будет очень небольшой прирост. Поэтому не знаю, как правильно ответить. Можно использовать, но толку от этого. Следующий вопрос номер 142. Как с миграциями, как работать с миграциями в команде? Друзья, это очень хороший вопрос. Собственно говоря, как раз-то эти миграции, если мы говорим, конечно, про миграцию entity framework, и задумывались для того, чтобы гораздо проще было работать с состоянием базы данных, с ее структурой. То есть, что такое миграция? Это когда вы делаете с ним... То есть, нет, давайте сначала. Когда вы создаете базу или делать какие-то изменения, у нее есть определенная структура. И в процессе написания кода она может меняться. Я думаю, что это понятно. При любом дальнейшем изменении создается миграция, которая описывает, какие изменения были сделаны. Таким образом, получается, что вот в этом кусочке кода, в C-Sharp, в этом кусочке кода, хранится информация о том, как была изменена база данных. Соответственно, она может, эта миграция хранится в базе данных, в смысле, хранится в GT, то есть в контроле версии. И другой разработчик может прочитать и увидеть. Другими словами, когда он запустит, собственно говоря, процесс обновления базы данных, на его базу натянутся те изменения, которые были проделаны другими разработчиками. Это как раз и позволит держать базу консистентно. Более того, миграция, например, в Antiformwork позволяет манипулировать миграциями, базой. Вы можете откатиться назад, то есть откинуть в базе изменения, которые сделаны другим разработчикам или вами же, но позже или раньше. То есть по миграции можно ходить. То есть, применяя миграции, вы получаете базу на тот момент, на который ваш код, в общем-то, содержит изменения. То есть, получая из контроля версии какой-то исходный текст, и вы получаете в том числе и миграции, которые четко говорят о временном интервале, что было сделано с базой данных. То есть, работать с миграциями в команде уже... То есть, миграция это и есть механизм работы в команде в том числе. То есть, как сама лично вы можете писать код и изменять базу данных, так и команда может это делать. И вот эти вот изменения проходят через контроль версии, ну еще есть систему контроля версии, например, git. И вы получаете на данный момент текущую версию базы. Так, ну на этом, думаю, нужно закончить, потому что время уже... Хотя нет, можно еще поговорить. Да нет, я шучу. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, приходите к нам в телеграм-канал, у нас интересно, ну во всяком случае, я так думаю. Ну, в общем, всего хорошего и пишите правильный код. Субтитры подогнал «Симон»!